приветствую вас 3 части по вязанию куколки и так мы уже сделали полностью основку куколки я пришила к балеточкам вот такие маленькие маленькие бантики из атласной ленточки самой тоненькой затем я продела уже волосы в интернете довольно таки много вариаций именно как делать волосы куколки есть для более простых способов то есть такие там как пришивание ровно посерединке есть из атласных ленточек как делать волосы у меня волосы из пряжи которую я вам показывала изначально небольшой моточек ушел я ее раз соединила можно такие волосы даже расчесывать то есть я продевала здесь вот каждую каждую именно каждый столбик каждую петельку первого ряда а затем постепенно во внутрь продевала уже более пореже делала у меня получился замечательный хвостик для тех кто не знает как продевать волосы можете поискать в интернете в ютубе довольно таки много мастер-классов если же ничего никто не найдет то пишите в комментариях мы с вами сделаем отдельный видео урок где я вам покажу как продевать вот таким вот способом волосы уши я решила не делать этой куколки так как будет грубовато и вот видите собрала полностью волос хвостик заплела вот такую кусичку вот и сделала такой вот небольшой уже браслетик я просто нанизала на плотную ниточку бусинки и вот так вот сделала на ручке браслетик я вышила глазки носик ротик я думаю это самостоятельно вы сами сможете сделать вот и мы приступаем к одежде то есть непосредственно к вязанию платьюшка я почему-то подумала что нужно разнообразить платьичка именно связать красивенько поэтому я буду использовать бегонию в принципе размеры ее похожи единственное что здесь хлопок мерсеризированный и он такой вот гладенький более плотного кручения чем было от ализе вот я буду использовать нежно-розовый цвет он подходит мне под балет очки то есть хорошо идеально и ниточка пожалуй наверно вот чуть-чуть буквально точнее чем было вот в общем начинаем из цепочки воздушных петелек для этого делаем первую закрепительную и затем набираем цепочку я буду набирать по обхвату шеи куколки плюсы где-то 3 петли у меня получилось 22 петли плюс 3 петелечки я набрала для именно обхвате к нам немножечко он должен быть шире и теперь я распределю свои 25 петелек я уже написала на перед спинку и рукавчики смотрите здесь такой нестандартный расклад реглана как для вот если вязать допустим детская платьица или какую-то детскую кофточку то здесь немножечко по-другому смотрите так как у меня перед между ручками немножечко уже чем спинка поэтому на перед я возьму 5 петелек на спинку 8 петелек при этом я делю спинку на две части так как у меня здесь будет планочка на спинке будет пуговичка чтобы платьица снималась затем на рукавчики я взяла по 4 петельки и на регланные линии я взяла по одной петельки то есть вот они наши 25 петель теперь смотрите мы своим петелькам по обхвату ну вот у меня их 25 набираем еще 3 петли воздушные подъема 1 2 и 3 делаем накид и четвертую петельку от крючка вяжем 1 столбик с накидом то есть смотрите 3 воздушные петли подъема нам заменили 1 столбик вот этот столбик который мы связали с накидом это второй столбик а нам нужно связать первую часть спинки то есть 4 столбика еще довязываем 2 столбика с одним накидом. Связали, получается, четыре столбика с накидом. Далее у нас идет регланная линия, одна петелька. Делаем накид и в следующую петельку вяжем столбик с накидом, две воздушные петли и столбик с накидом второй сюда же в эту же петельку. Так мы будем вязать регланную линию в любом ряду. Столбик, две воздушные петли, второй столбик сюда же. Далее у нас идет четыре петельки рукавчика мы вяжем 4 столбика с одним накидом подряд в каждую петельку из четырех по столбику 1 2 3 столбик и 4 далее у нас идет регланная вторая линия 1 петелька поэтому вяжем в одну петельку как всегда в регланную линию мы будем вязать столбик 2 воздушные петли и второй столбик сюда же далее у нас идет перед 5 столбиков мы вяжем поэтому начиная со следующей петельки вяжем в каждую петельку 5 раз по столбику 1 столбик следующую петлю 2 столбик следующую петлю третий четвертый и пятый связали переднюю часть теперь у нас идет третий регланный шовчик поэтому вяжем в одну петельку столбик 2 воздушные петли и столбик 2 сюда же далее у нас идет второй рукавчик 4 петли вяжем 4 петельки по столбику подряд 1 2 3 и 4 далее идет четвертая регланная линия в одну петельку вяжем столбик 2 воздушные петли и столбик сюда же и остается до конца ряда конца второго спинки 4 столбика подряд вяжем первый столбик в следующую петлю второй столбик далее третий столбик и последний заключительный четвертый столбик довязали мы первый ряд до конца распределили регланчик наш теперь 3 воздушные петли подъема поворачиваем на второй ряд делаем накид и каждую петельку нам до реглана нужно провязать по столбику пропускаем первую петельку так как 3 воздушные петли подъема основания этой в основании лежит эта петелька значит начиная со второй петельки снизу вяжем по столбику первый столбик второй столбик третий и четвертый так как воздушные петли нам заменили первый столбик то у нас получается провязано 5 столбиков далее идет регланные две воздушные петли вяжем под них прям ныряем и вяжем столбик 2 воздушные петли и второй столбик сюда же далее у нас идет петельки рукавчика их уже 6 потому что добавилось в первом ряду две петли поэтому вяжем 6 столбиков подряд по столбику с одним накидом в каждую петельку из 6 4 5 и 6 далее снова идет регланная линия 2 воздушные петли под них вяжем столбик 2 воздушные петли и столбик второй сюда же теперь у нас линия переда было 5 петелек прибавили 2 значит стало сейчас 7 петелек поэтому в каждую из 7 петелек вяжем по одному столбику с накидом третий столбик четвертый пятый шестой и последний седьмой столбик третья линия реглана под 2 воздушные петли вяжем столбик две воздушные петли и столбик сюда же далее у нас идет рукавчик второй в рукавчике также добавилось две петли как и в первом поэтому в каждую из 6 петелек вяжем по одному столбику 2 3 4 5 и 6 далее 4 регланная линия 2 воздушные петли под них вяжем столбик 2 воздушные петли для следующего ряда и столбик и до конца ряда у нас остается 5 петелек поэтому в каждую петельку мы вяжем по одному столбику с накидом 1 столбик 2 столбик 3 столбик 4 столбик и в третью воздушную петлю подъема вяжем последний пятый заключительный во втором году столбик с накидом теперь снова делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 и поворачиваем наше вязание делаем накид и в каждую из петелек вяжем снова по одному столбику с накидом петлю основания воздушной цепочки столбик не вяжем а пропускаем его и начиная со следующей вяжем по столбику всего вместе с воздушными петлями у нас здесь уже 6 петелек снова регланная линия под нее вводим крючок под две петельки и вяжем столбик 2 воздушные петли и столбик сюда же далее у нас петельки рукавчика идут их было 6 предыдущем ряду добавились 2 значит их сейчас 8 вот значит вяжем 8 столбиков с одним накидом подряд по столбику каждую петлю 6 7 и 8 далее и 2 воздушные петли реглан вяжем столбик 2 воздушные петли и столбик сюда же прям под петельки теперь у нас перед идет было 7 столбиков добавились 2 значит сейчас 9 столбиков вяжем в этом уже ряду 2 столбик следующей петли 3 4 5 6 7 8 и 9 столбик далее линия реглана 3 под нее мы вяжем столбик 2 воздушные петли и столбик сюда же далее идут петли рукавчика у нас их уже получается было 4 стала 6 и в этом ряду добавилось значит 8 петелек значит вяжем подряд 8 столбиков каждую петлю по одному столбику 4 5 6 7 и 8 снова линия реглана столбик 2 воздушные петли столбик под две воздушные петли и до конца ряда довязываем оставшиеся 6 петелек по столбику последний столбик вяжем третью петлю подъема далее вяжем воздушную петлю подъема и поворачиваем вязание в эту же петлю основание вяжем столбик без накида обратите внимание и в каждую последующую петлю до реглана мы вяжем по столбику без накида 4 столбика 5 6 и 7 далее идут две петли воздушная реглана мы под реглан вяжем столбик без накида 2 воздушные петли и второй столбик без накида сюда же под две воздушные петли то есть сейчас мы перешли на вязание столбиков без накида обратите внимание теперь после реглана первая петелька мы вяжем столбик без накида 2 воздушные петли и в следующую петлю вяжем тоже столбик без накида снова 2 воздушные петли в следующую петлю вяжем столбик без накида 2 воздушные петли следующую петлю вяжем столбик без накида 2 воздушные петли столбик без накида 2 воздушные петли столбик без накида 2 воздушные петли столбик без накида 2 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли последний раз, последнюю петлю перед регланом, столбик без накида. Что мы сделали? Мы связали вот такие вот зубчики-рубчики на том участке, где у нас рукавчик. То есть смотрите, часть спинки до реглана, затем между двумя регланами рукавчик. Вот мы провязали зубчики, состоящие из двух воздушных петелек и каждую петлю столбик без накида. Теперь мы дошли до линии реглана Вяжем линию реглана столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида То есть как мы вязали столбик с накидом 2 воздушные петли, столбик с накидом мы заменили на столбики без накида Но все то же самое Теперь у нас передние петельки Мы вяжем просто каждую петлю по столбику без накида То есть без изменения Как мы вязали до этого столбики с накидом, только поменяли на столбики без накида. Вот так мы продолжим вязать до линии реглана столбики. Затем по 2 воздушные петли линии реглана мы вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида сюда же. Мы подошли ко второй части, ко второму рукавчику, поэтому вяжем в первую петельку столбик без накида, 2 воздушные петли и в следующую петлю вяжем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли чередуем между столбиками без накида в каждую петлю. 2 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли и в следующую петлю столбик. То есть чередуем просто перед тем, как вязать столбик без накида в следующую петлю, набираем 2 петли подъема для образования вот такого зубчика небольшого. Они как бы такие вот рюшечки меленькие, но красивенькие. Мы так обрабатываем ими рукавчик для того, чтобы не выдумывать что-то сложное. Так как это платьишко для куколки, то я считаю, что вот такие рубчики более чем достаточно для обработки рукавчика. И последний раз делаем 2 воздушные петли. В последнюю петлю перед регланом вяжем последний столбик без накида. Затем в петлю реглана под 2 воздушные петли реглана столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И вяжем до конца этого ряда просто столбики без накида на второй части спинки. То есть как мы начинали спинку, так и заканчиваем во второй части. Последняя петелька у нас вяжется в третью петлю подъема. Теперь делаем воздушную петлю подъема и снова поворачиваем вязание. Сейчас в каждую из петель нам нужно провязать по одному столбику без накида. Начиная с первой петли, со второй петли от крючка, потому что у нас первая петля подъема, мы вяжем по столбику без накида в каждую петлю. И последняя у нас петля, это петля столбика без накида вот здесь вот в нашу регланную линию. То есть всего у меня получилось 2, 4, 6, 8 столбиков подряд без накида. Теперь вводим крючок под две воздушные петли реглана и вяжем сюда столбик без накида. Далее пропускаем наши вот эти зубчики, рукавчик и находим две воздушные петли следующей линии реглана. Вот они у нас. Под них вяжем столбик без накида. Далее вяжем в каждую петлю переда по одному столбику без накида. То есть в предыдущем ряду у нас были столбики без накида. И вот над каждым столбиком вяжем в этом ряду по столбику до следующей линии реглана. Вот вяжем, вяжем, вяжем. Последняя петелька у нас в регланном столбике первом. Далее находим две воздушные петли между столбиками в петле реглана вот здесь. И вяжем сюда столбик без накида. Далее снова пропускаем вот эти зубчики, участочек второго рукавчика. Находим последнюю четвертую линию реглана и вводим крючок под две воздушные петли. Делаем туда столбик без накида. И довязываем до конца ряда в каждую петлю по столбику без накида. Мы в этом ряду не провязывали петельки там, где у нас рукавчики. Обратите внимание на это. И в последнюю петлю подъема вяжем последний столбик. Я немножечко привыкну ниточку, чтобы вам показать, что получилось. У нас получилась вот такая замечательная кокетка. Соединились спинка и перед, и при этом не тронулись рукавчики. То есть смотрите, рукавчики мы отделили. Вот что должно у вас получиться. И теперь начинаем переходить на вязание юбочки. Перед тем, как переходить на вязание юбочки, можете примерить на куколку, чтобы хорошо ходили ручки. При этом у вас, смотрите, там пальчик пришитый. Должно все хорошо проходить, так как куколка без каркаса. То не бойтесь ее согнуть, ручки согнуть, ничего страшного там не будет. Не поломайте. И сзади, возможно, у вас буквально какого-то там полсантиметра, где-то 5 миллиметров, может не хватить до стыка, скажем, двух спинок частей. Вот. Ничего абсолютно страшного. Там у нас еще будет планочка, поэтому где-то полсантиметра добавится. Здесь можете не переживать. И теперь подтягиваем петельку, делаем 2 воздушные петли и поворачиваем вязание снова на изнаночную сторону. Мы начинаем вязать такие как бы арочки или дырочки, как сказать. Делаем еще одну воздушную петлю подъема, то есть 3 всего. И пропускаем 2 петли, в третью вводим крючок и делаем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли снизу и в третью вводим крючок и делаем столбик без накида. снова 2 воздушные петли, 2 петли снизу пропускаем, в третью делаем столбик без накида 2 воздушные петли, снизу 2 пропускаем, в третью вяжем столбик без накида 2 воздушные петли, в третью петлю вяжем снизу, столбик без накида 2 воздушные петли, в третью петлю снизу вяжем, столбик без накида и так вяжем до конца ряда, чередуя 2 воздушные петли, столбик 2 воздушные петли, столбик при этом пропуская снизу 2 петельки. И вот в конце остается 3 у нас петельки, делаем 2 воздушные петли, пропускаем 2 петельки снизу и последняя петля в петлю подъема, в последний столбик в воздушную петлю подъема. У нас получились вот такие вот арочки или дырочки, иначе говоря. Теперь мы поворачиваем наше вязание вот так вот и начинаем вязать 3 воздушные петли подъема, накид, и вот под эти дырочки вяжем 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, и сюда же под первую арочку, прям под воздушные петли вяжем еще 2 столбика с 1 накидом. То есть фактически мы в эту арочку связали 1 воздушная петля и 2 столбика. Теперь сразу же делаем накид и в следующую арочку под 2 воздушные петли вяжем 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, и сюда же 2 столбика с 1 накидом. Снова без каких-либо переходов делаем накид и в следующую арочку вяжем 2 столбика, 1 воздушная петля и 2 столбика с 1 накидом с 1 накидом сюда же. Снова делаем накид и переходим в следующую арочку. 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, и 2 столбика с 1 накидом сюда же. Так вяжем до конца ряда под вход абсолютно каждые 2 воздушные петли, связанные в предыдущем ряду между столбиками. И у нас осталась последняя арочка, вот она в начале. Делаем накид, под нее вяжем точно так же 2 столбика, 1 воздушная петля и 2 столбика сюда же, 1 и 2. Поворачиваем наше вязание, и нам сейчас нужно будет сделать переход к вот этой воздушной петле предыдущего ряда. То есть смотрите, мы сделаем соединительный столбик в соседнюю петлю и сразу же соединительный столбик вот под эту воздушную петлю между двумя столбиками в начале. То есть вот они первые наши, последние провязанные с той стороны, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Вот мы перешли под вот эту воздушную петлю. Вяжем 3 воздушные петли подъема, накид, и сюда же в арочку вяжем, столбик с одним накидом, далее делаем 2 воздушные петли, накид, и в эту же, прям под эту же арочку вяжем еще 2 столбика с одним накидом. То есть мы, получается, сейчас будем вязать 2 столбика, 2 воздушные петли, в отличие от предыдущего ряда, 2 столбика. Делаем накид, находим далее через 4 столбика снизу, вот она наша следующая воздушная петля между двумя столбиками, прям под нее вводим крючок и вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика сюда. Отличие от предыдущего ряда лишь только то, что мы вяжем 2 воздушные петли вместо 1. Снова делаем накид, отсчитываем 4 снизу вот этих вот столбика, вот она наша воздушная петля, мы под нее вяжем снова 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика сюда же. И так мы будем вязать под каждую воздушную петлю между двумя столбиками предыдущего ряда. То есть вот они наши 2 столбика, 1 воздушная петля, 2 столбика, и в нее мы вяжем в эту воздушную петлю сразу же переходом прямым, 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика. Вот так будем вязать до конца этого ряда. И под последнюю арочку, вот здесь вот под последнюю воздушную петлю, мы точно так же вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Без петель подъема каких-либо мы делаем поворотик и делаем соединительный столбик в соседнюю следующую петельку. И еще один соединительный столбик в соседнюю петельку. То есть 2 соединительных перехода мы дошли до 2 воздушных петелек между 2 столбиками. В этом ряду их четко видно. Вот они у нас, такие вот уголочки. Вот под каждые 2 воздушные петли мы должны будем связать по 3 уже столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с 1 накидом туда же. То есть делаем 3 воздушные петли подъема, замещающие первый столбик. Далее вяжем еще 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли и еще сюда довязываем 3 столбика с 1 накидом. То есть фактически мы вяжем уже не 4 столбика в арочку, вот эту вот воздушные петли, а 6 столбиков, но между 3 первыми и 3 вторыми 2 воздушные петли. Снова делаем накид и переходим под следующие 2 воздушные петли. Вяжем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом сюда же. Так мы будем вязать без каких-либо переходов и соединительных столбиков просто до конца ряда, переходя от 1 арочки с 2 воздушных петелек до 2, до 3, к 4, к 5 и так далее. То есть чередуем 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика до конца ряда. Довязали до конца ряда орнаменты из 3 столбиков, 2 воздушные петли, 3 столбика. И теперь на данном этапе я предлагаю вам обработать вот эту нашу планочку. То есть сейчас мы будем после этого ряда замыкать вязание в круговую. Итак, смотрите, делаем 1 воздушные петли подъема, накид. И под каждый столбик с накидом мы сейчас будем вязать 2 полустолбика с накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик. Далее переходим на следующий ряд. Первый столбик и сюда же второй столбик. Переходим на следующий ряд. Можно даже вот сюда, если у вас такие вот переходы, как у меня, можно связать еще один лишний столбик, он лишним не будет. И под каждый столбик с накидом вяжем по 2 полустолбика. Далее у нас вот здесь идет переход. Мы вяжем под него. Далее в каждый ряд столбиков без накида по полустолбику с накидом вяжем. Вот так. То есть мы выравниваем под каждый столбик с накидом, вяжем 2 полустолбика. И под каждый столбик без накида вяжем по одному полустолбику. Вот так вот промежуточное мы делаем выравнивание. И снова у нас один верхний столбик. Мы вяжем 2 полустолбика. Теперь вот сюда в уголочек я предлагаю вам связать столбик без накида. Связали полустолбики по всему вот здесь вот ряду боковому, там где у нас планочка. Я, честно говоря, так как это платьица детская, больше не буду здесь никаких обрабатывать рядочков, ничего. То есть оставлю вот так. Это у меня будет та сторона планочки, где пуговичка. Вот поэтому я не буду отрезать вот эту начальную ниточку. У меня будет здесь пришиваться ею пуговичка. Если же вы хотите с другой стороны сделать пуговичку пришить, то вам на этой стороне нужно сделать петеречку. Обратите на это внимание. И вот эту ниточку изначально, которая у нас была набрана цепочка, вязать вот здесь вот в этот ряд вязания. Сейчас я вяжу в тот же столбик, где мы связали без накида, сюда же свяжу второй столбик без накида. То есть делаю как бы такой вот угловой поворотик. И теперь каждую петельку, вот здесь вот верхнюю, вторую получасть воздушной цепочки, с которой мы вязали первый ряд, я буду вязать по столбику без накида. То есть мне нужно перейти на вторую планочку, поэтому я беру и провязываю вот так вот по столбику без накида в каждую петельку. Можно было бы развернуть на изнаночный ряд и связать рачьим шагом. Но, честно говоря, вот мне кажется, что здесь довольно-таки достаточно много острых уголков, поэтому я рачьи шаг не буду использовать на шее в этом платьюшке. И в принципе, так как это кукольная, скажем, платьица, то я думаю, что здесь как бы не нужно лишнего ничего придумывать, мудровать, довольно-таки простой вариант здесь можно использовать. И так как это не детское какое-то там платьюшко на праздник, то я считаю, что лишний, скажем, не нужно использовать на него фантазии. И так, в общем, мы провязали, заодно уравняли вот такую вот верхушку, сделали более аккуратненько, как вы видите. Здесь у нас планочка первая связана, и переходим ко второй. Вторую нам нужно сделать с петелькой, поэтому я беру, делаю еще один столбик без накида в эту же петлю. Далее делаю я 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Теперь пропускаю вот здесь вот, получается, столбик с накидом первый, это 3 воздушные петли. Пропускаю их, и вот здесь, где они заканчиваются, то есть вот здесь вот, где-то нам нужно закрепить вот эту петельку. Более тугом месте можете на уровне второго столбика. То есть вам нужно вот здесь вот соединить между рядами с полустолбиком с накидом вот эту нашу петельку из воздушных петель. Вот так. Закрепили. Эта петелька у нас будет для пуговички. Она у меня будет единственная, и я ничего не буду больше придумывать. В принципе, можно было бы проработать вот здесь вот дальше полустолбиками с накидом, как и первый раз, и сделать вторую дырочку. Но это уже по желанию. Поэтому я буду дальше обвязывать до самого низа полустолбиками с накидом. Под каждый столбик с накидом буду вязать по два полустолбика с накидом, а под столбик без накида по одному полустолбику с накидом. То есть я просто могу, в принципе, сейчас сделать еще одну, где-то вот здесь на уровне перехода кокетки на юбочку, могу связать еще одну петельку. Но это уже по желанию. Я считаю, что на кукольное платье не стоит много пуговичек, скажем так, цеплять и, в общем, заострять внимание. Так как ребенок часто будет одевать-снимать, пожалуй, я так думаю, что часто, поэтому не нужно сюда много пуговичек цеплять. И вот под последний столбик с накидом я вяжу два полустолбика с накидом. И вот у меня закончилась вторая планочка. Теперь смотрите, соединяем первую и вторую. Они у вас должны совпасть по размерам. Вот они у меня совпали. Здесь у меня будет пуговичка. Здесь у меня петелька. Мне достаточно для размера моей пуговички петельки. Хотите, можете, возьмите пуговичку свою и измерьте. Достаточно ли у вас воздушных петельок здесь? Возможно, больше нужно, то добавляете. Возможно, меньше нужно, то убираете. Я четыре взяла для своей пуговички. Вы можете добавить для своей, можете убрать. Итак, теперь после этого ряда нам нужно соединить вязание в круговую. Поэтому мы сейчас должны будем соединить вот эти две части. Как это сделать? Мы находим нашу правую сторону, там, где будет пуговичка наша пришиваться. И вот здесь вот смотрим последний рапорт. Там, где у нас три столбика, две воздушные петли, три столбика. И находим после третьего столбика, вот здесь вот над третьим столбиком, последнюю петельку. Можно даже, в принципе, взять и следующую петельку, там, где у нас были полустолбики вязаные. Ну, в общем, здесь уже суть не важна. Теперь вводим крючок, пустой, посмотрите, без ниточки. Мы вводим крючок, а затем захватываем рабочую последнюю петлю провязанных полустолбиков и вытаскиваем сквозь, получается, первую стенку. Тем самым у нас закреплено, смотрите, будет первая и вторая стеночки. Теперь делаем вот такую воздушную петельку и хорошо закрепите ее. Теперь провязываем соединительные столбики. Нам нужно провязать, дойдя до вот этой ближайшей арочки. То есть у меня получается три соединительных столбика. У вас может быть немножечко отличаться, если вы где-то здесь пропустили, либо добавили петельку, вот здесь. Теперь дошли мы до вот этой арочки нашей, вот этой нижней. И начинаем вязать три воздушные петли подъема. Накид и сюда же довязываем два столбика с одним накидом. Первый и второй. Две воздушные петли и сюда же вяжем еще три столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик и третий. Далее делаем накид и переходим в следующую вот здесь арочку. Вяжем то же самое. Три столбика с одним накидом, две воздушные петли, три столбика с одним накидом. Итак, мы будем вязать, как и предыдущий ряд, но уже по кругу. Три столбика, две воздушные петли, три столбика. Переходя из одной арочки двух воздушных петель между тремя столбиками первыми и вторыми, как второй. То есть мы до конца ряда должны по кругу провязать вот такой орнамент. Связали во все арочки три столбика, две воздушные петли, три столбика. И теперь находим третью воздушную петлю подъема. Вот здесь вот в начале в нашем соединении, где мы сделали ряда и поднялись на три воздушные петли. Вот сюда делаем соединительный столбик. Теперь нам снова нужно перейти к вот этой вот ближайшей арочке из двух воздушных петелек. Поэтому делаем вот здесь вот соединительные столбики, доходим до вот этой ближайшей арочки из двух воздушных петелек. И снова поднимаемся на три воздушные петли подъема, накид, сюда же довязываем еще два столбика, затем две воздушные петли и возвращаемся, сюда же довязываем еще три столбика с одним накидом. Снова делаем переход на следующую арочку, накид, сюда, в следующую арочку, точно так же, как и предыдущие два ряда мы вязали, по три столбика, две воздушные петли, три столбика. То есть все пока без изменений вяжем так до конца ряда. Довязав последнюю арочку, делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Теперь делаем снова соединительными столбиками переход вот под эту первую арочку и вяжем три столбика с накидом. Теперь три воздушные петли, еще два столбика с одним накидом довязываем и три воздушные петли делаем вместо двух. Еще раз довязываем три столбика с одним накидом сюда же и сразу же делаем переход на следующую арочку. Три столбика с одним накидом вяжем, три воздушные петли и три столбика с одним накидом сюда же. То есть отличие от предыдущих рядочков у нас, то что мы добавляем одну воздушную петлю еще к тем двум, которые были между столбиками. То есть сейчас мы вяжем по три воздушные петли между первыми тремя столбиками и вторыми. Три столбика, три воздушные петли, три столбика. Так вяжем до конца этого ряда. Довязав последнюю арочку орнамент, делаем в третью воздушную петлю соединительный столбик с началом ряда. Теперь снова переходим соединительными столбиками к ближайшей арочке и теперь мы будем вязать, повторять последний ряд. То есть три столбика с накидом, сначала сделаем три воздушные петли и еще два столбика, затем три воздушные петли и еще три столбика сюда же под первую арочку. То есть три столбика, три воздушные петли, три столбика повторяем до конца этого ряда. Довязали до конца ряд, теперь сделали в третью воздушную петлю подъема соединительный столбик и перешли соединительными столбиками к ближайшей арочке, то есть как всегда. И сейчас мы будем делать завершающий ряд. Мы в каждую из вот этих вот арочек будем вязать по 8 столбиков с накидом, без воздушных петель. А в промежуточке между вот здесь вот наши уголочки буду вязать по одному полустолбику с накидом. Делаем 3 воздушные петли подъема. Это первый столбик, далее делаем накид, вяжем второй столбик, накид, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Затем делаем один накид и ныряем прям между тремя столбиками первыми и тремя столбиками последними. Вот здесь вот под вводим крючок и вяжем полустолбик с накидом. Снова делаем сразу же накид и вяжем под ближайшую арочку 8 столбиков. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Делаем накид и делаем полустолбик под вот этот промежуточек между нашими арочками. Теперь снова накид и вяжем 8 столбиков с накидом вот 3 воздушные петли предыдущего ряда. 4, 5, 6, 7 и 8. Снова полустолбик в промежуточек. Вот такими вот веерочками я буду обвязывать полностью каждую вот такую вот, как вы уже видите, полосочку из арочек состоящих в каждом ряду. Вот такие веерочки будут у нас завершающим рядом, поэтому вяжем их до конца. Довязали до конца ряда, сделали в третью воздушную петлю подъема соединительный столбик. Не спешите отрезать ниточку и посмотрите, поверните к себе передом платьюшко, можете даже померить его на куколку. Возможно здесь вот этого промежутка плавочки немного маловато для того, чтобы просовывать одновременно две ножки. Поэтому вы сначала одну просовываете, затем немного поджимаете и просовываете вторую. То есть это для того, чтобы было удобно продевать вот здесь вот туловище. Вот, я не рекомендую делать сплошное вот такое вот открытое, как своего рода халат, потому что она не очень красиво смотрится. Все-таки это куколка и хочется чего-то такого нарядного. Поэтому делайте именно вот с планочкой. Можете планочку просто пошире сделать, тогда еще увеличится объем. Вот, и опять же, посмотрите на вид. Если вам нравятся вот такие вот веерочки, конец платьюшка, ну то есть такой вот подол, то оставляйте веерочки. Так как у меня здесь на рукавчиках зубчики, то я закончу такими же зубчиками. Поэтому беру, подтягиваю крайнюю петельку, затем я делаю 2 воздушные петли подъема и в соседнюю петельку ввожу крючок, делаю столбик без накида. Снова 2 воздушные петли, в следующую петлю столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Таким образом у нас получаются такие же рубчики, как и на наших рукавчиках. 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И последний раз делаем 2 воздушные петли и в последнюю петлю делаем столбик без накида. Для того, чтобы перейти на следующую арочку, мы просто делаем в первую петельку следующей арочки или веерочка, как иначе сказать, Делаем просто столбик без накида, то есть никаких мы переходов не делаем, а просто вяжем столбик без накида окончание и столбик без накида начало без 2 воздушных петель. Затем снова 2 воздушные петли, в следующую петлю вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. В каждую петельку вводим крючок, вяжем столбик без накида, и между ними две воздушные петли. Две воздушные петли, столбик без накида. Две воздушные петли и последний столбик без накида. Далее переходим столбиком без накида в следующий веерочек. И опять две воздушные петли, столбик без накида. Две воздушные петли, столбик без накида. То есть вот таким вот образом мы будем завершать подол. То есть, как у нас рюшечки на рукавчиках, так рюшечки и на подоле. Я люблю, чтобы было максимально одинаково. Так как, в принципе, невозможно было сделать какие-то идеальные рюшечки здесь на рукавчиках, то я выбрала вот такие зубчики из двух воздушных петелек. Точно так же я обработаю и подол. Мне вот так вот нравится, честно говоря, и получается такой вот завершенный красивый краешек. Вот, поэтому вы выбираете либо кругленький краешек, либо вот такой зубчиками. Зубчиками, конечно, получается, честно говоря, вот на мой взгляд, так по... Смотрится, в общем, более такой, как принцесса или такой вот... Вот такой подол, мне кажется, больше просто вот как на обычную куколку. То есть, такой вот самый-самый простой вид. Вот, поэтому вы выбираете, какой нравится вам. Продолжаете, если зубчики, то вяжете вместе со мной, продолжаете до конца ряда. И затем, делая соединительный столбик, у нас получится замечательное платьюшко. Нам останется лишь только его одеть, украсить. По желанию, хотите, можете немножечко его прогладить, отпарить для того, чтобы вот эти рюшечки разгладились и было более такое ухоженное платьюшко. То есть, если вы просто оставите таким, можете, в принципе, оставите таким, можете прогладить. В общем, кому как на вкус. Продолжаем дальше вязать рюшки вместе со мной. Ибо же, сделая соединительный столбик, прячем краешек оставшейся ниточки для тех, кто хочет просто оставить веерочки. Пришиваем пуговичку и заканчиваем наше платье. Итак, платьице мое готово. Пришили пуговичку. Все замечательно. Осталось только его одеть на куколку и украсить. По желанию, можно украсить его какими-то различными бусинками, пуговичками. Можно продеть ленточку вот в этот ряд. Либо столбиков с накидом первый, либо вот в этот, где мы делали вот такие вот дырочки, арочки из двух воздушных петелек. То есть, это по желанию. Можно тон в тон, можно беленькие, черненькие и так далее. В общем, на ваше желание, усмотрение. И единственное, что можно еще сделать из одежды, это трусики. Трусики я не рекомендую делать отдельные, вот такие вот, то есть, сшитые по краям. Почему? Потому что ребенок любит одевать, снимать. Это можно сделать лучше всего либо на резиночках, чтобы они одевались, либо вот такие завязочки-ленточки. То есть, если что, родители помогут завязать, ничего страшного, но чтобы оно именно снималось. Почему? Потому что дети любят, когда снимается одежда. Вот. И можно вот такие трусики сделать самым простым способом. Вы набираете количество петелек чуть меньше, чем полуобхват бедер. У меня получилось 18 воздушных петелек. Затем я вяжу 18 столбиков и в каждом ряду, с каждой стороны делаю убавление. Абсолютно в каждом ряду, до тех пор, пока у меня не остается 2 столбика. 2 столбика я вяжу 2 ряда, то есть, туда-обратно по 2 столбика. И затем с петлями подъема начинаю делать прибавления в каждом ряду с обеих сторон до нужной мне ширины. То есть, получается вот такие вот песочные часы. Причем задняя часть немножечко должна быть шире, чем передняя. Тоже обратите на это внимание. И затем пришиваете завязочки. И вот у вас получаются вот такие маленькие трусишки. Трусишки можно сделать как беленькие под розовое платьюшко, так и розовое в тон в тон платьюшко. Если оно у вас розовое. Может у вас там синее, голубое и так далее. Это опять же вяжете, и я думаю, что лучше пора гладить. И честно говоря, глядя на свою куколку, я вяжу некую незавершенность. Поэтому я беру ниточку телесного цвета, кольцо амигуруми обхватываю пальчик. Теперь закрепляю колечко и вяжу 6 столбиков без накида. Первый столбик в колечко, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаю колечко и последнюю петельку стягиваю. Но стягиваю не плотно, а так, чтобы получился полукруг. Для чего нам нужен полукруг? Этот полукруг есть наше ушко. Поэтому мы свяжем еще два ушка, для того, чтобы у нас получился завершенный вид личика. Честно говоря, без ушек и с волосами, кажется, как-то так ребенок будет спрашивать, а где ушки. Поэтому я решила сделать вот такие вот маленькие ушки с обеих сторон. По желанию вы можете в мочке ушка пришить какую-то бусинку, либо какую-то маленькую такую вот красивенькую цяточку, для того, чтобы сымитировать вид сережки. Опять же, дети любят блестящее, маленькое, красивенькое, поэтому я рекомендую вам сделать все-таки на куколке сережки. Я пришила ушки и, как вы видите, получился красивый вид завершенности. Пришила бусинки такие же, из которых сделан у меня браслетик. Вот он. И получилось довольно-таки аккуратненько, красивенько и замечательно. Мне осталось только одеть трусики, одеть получившееся платьичко и украсить платьичко, уже непосредственно одев его на куколку. Ушки пришили, платьице одета, все замечательно, украсили на свой вкус, на свое желание. Все получилось, я надеюсь, что у вас тоже, поэтому, конечно же, обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Хорошего настроения, пока-пока!